ой ты мой красавица подлещик какой ой ну иди сюда о это подбить вот кого мы ждали мы выкормили ух акулий такой пирог они мне нравится и вот это вот вкрапление оно очень хорошо я думаю должно помочь нам какой светофорчик классно вот для чего эта штука то есть мы берем раз и мы выставляем считается лучше это где-то на половину антенки внутри какой гроз гордон хорошая хорошая вот это красавица друзья всем привет мы решили тут выскочить попробовать половить на поплавочку карасика не знать честно что из этого будет я в этом абсолютно далекий человек единство что знаю в поплавочки это то что я ловлю карася весной один раз в году и один раз ловлю тарань ну проходная форма плотвы у нас кто не знает все остальное сегодня эксперт у нас игорь давайте к нему и обратимся так сегодня мы попробуем ловить на восьмиметровый мах потому что водоем здесь карповый большинстве рыбка стоит подальше попытаемся достать ее восьмиметровым махом мы мы будем использовать удилища фирмы брискова восьмиметровый мах очень хорошо сбалансированное удилище самое главное здесь очень хороший и интересный спортивный хлыстик он двухсоставной первая часть у него трубчатая вторая монолитный уголь который позволяет сдерживать любую рыбу любые рывки сглаживать которые будут там от этой рыбы происходить и отсюда будет уменьшаться количество сходов на вершинка очень тонко она как киво какой-то зато она держит рыбу конечно заниматься гиревым спортом с такими кончиками не нужно то есть рыбу не нужно поднимать по этого существует подсачки и так далее удилище само очень качественная карбон очень качественный хорошо сделанный поэтому мы думаем что это удилища нам поможет сегодня поймать рыбу так что там дальше по остатки дальше оснастки я подготовил несколько оснасток более но мы сейчас будем работать я думаю 3 граммовыми потому что ветерка сегодня как бы он смотрим не очень сильный ветер поэтому 3 граммовые на эту дистанцию я думаю мы спокойно сможем доставлять поплавки мы сегодня будем использовать тоже фирмы бриского это два вида поплавков они различаются веретенообразные они различаются по сериям серия допустим вот 1212 серия 1115 то есть они имеются двух видов два вида один карбоновый киль у другого металлический вот обрати внимание не пытаюсь понять в чем вот и ты сказал я вижу да да это вот карбон это металл это металл значит для чего применяются карбон почему используются два различных материала два различных материала значит металл предназначен для легкого течения для более глубоководных водоемов имеет очень быструю остойчивость и так далее вот он возвращается правда правильно положение значит карбон он более чувствительный но он предназначен больше для стоячей воды для мелких водоемов небольших и так далее поскольку здесь глубина будет у нас небольшая я думаю мы будем использовать сегодня серию с карбоновыми телями для этого я думаю нам будет удобней я подготовил предварительно несколько оснасток которые мы будем использовать и отгружал я их при помощи тоже грузов бриского то есть имея основные груза бриского то есть вот такие отличные они исполняются в варианте скользящим и варианте глухом на этой оснастке здесь использован глухой видишь да это два кембрика там да да здесь два кембрика одеты этот чем хорошо что в случае чего грузик можно поменять на более тяжелый то есть мы взяли тут градация идет по 0 25 грамма и у этих и здесь можно поменять грузик если допустим уменьшить количество подпасков можно добавить а здесь сделать количество подпасков отгружаются эти удилища вот при помощи вот такой колбочки вот для чего эта штука то есть мы берем раз и мы выставляем это удилище это идеально до положения ну считается лучше это где-то на половину антенки это добавляет чувствительности видите насколько точен поплавок это дает на подъем он моментально один подпасочек будет подниматься она сразу выйдет либо она сразу уйдет на утоп видите она так получается значит и второй вариант второй вариант этих грузов это скользящие груза то есть здесь грузик одевается на между бусинками и грузиками его зажимаешь то есть это можно уменьшить поднять и так далее но внизу все равно остается подпасок до подпасок который будет работать значит скользящие груза у нас очень любят любители рыболовы которые и при помощи этих грузов совершают очень большие ошибки в чем именно значит ну не хочу показаться умником но в школе вроде бы как бы учился неплохо но в чем ошибка многих рыбаков они ложат скользящий груз на дно ставят поплавок и говорят о том что рыба в этом случае не чувствует груза нет ты видишь же он же свободно проходит через загрузе проходит и свободно да но что происходит в этом случае закон архимеда никто не отменял на тело погруженная в жидкость действует выталкивающая сила мы положили грустно дно но рыбе нужно преодолеть ту силу выталкивающую которая это она не чувствует грусть она чувствует поплавок да и поэтому это все грузики в этой сбалансированной в любой поплавочной оснастки нужны для того чтобы придать нулевую плавучесть увеличить чувствительность увеличить чувствительность твоей антенки почему в спортивных поплавках применяется именно эта антенка чем тоньше антенка тем меньше действие закона архимеда тем легче рыбе затянуть я понял все это происходит это особенно это нужно когда идет очень деликатная ловля когда вот осторожная рыба как вот сейчас зимой я не знаю как это будет еще у нас происходить и ну сазан точно у нас я думаю вряд ли возьмется потому что на ямах стоит да но будем надеяться что карась сегодня когда активность какую-то проявит потому что он зимой все-таки ловится и так далее вот теперь по крючкам которые мы будем использовать который выпустила фирма понтон 21 крючки изготовлены в японии это чисто японский продукт есть несколько серий эти крючки в основном спортивной направленности очень хорошие очень качественные здесь есть серии с удлиненным цевьем есть серии с лопаткой это очень легко понять даже любому любителю не надо присматриваться под микроскопом как на каждой пачке стоит маркировка то есть здесь лопатка и крючок кованый он приплющит с двух сторон что позволяет ему не разгибаться не ломаться и иметь более при тонком проволоки более качественные это если мы смотрим допустим вот здесь то здесь уже у этой серии 16 503 идет колечко это же он тоже он пованы вот а вот серия 16 504 они идут также тут различные по нумерации здесь мы по этой серии мы смотрим здесь только колечко это просто проволока а серия ноль шестнадцать пятьсот шесть то это вообще уникальная серия колечко кованая и еще нажала набор до чтобы чтобы когда рыба хватает крючок что вот так он не выскользует и здесь вот это этому форелевом спорте так иногда делаем подгибаем пучок набок жало отводит чтобы было меньше сходов поэтому вот эта серия допустим очень хороша и здесь укороченное цевьё идет и крутой загиб здесь не позволит ни разогнуться не сломаться этому крючку проволока и вот этот серия тоже очень хорошо подойдет под карповые под карася и так далее заранее связал оснастки используя поплавки брескова это у нас модель 213 граммовый поводочки для начала возьмем с таким крючком 11 номер попробуем рыбка здесь не сильно меленькая есть навязанный заранее поводочек сейчас петелечка в петелечку мы оборудовали и теперь наша задача установить эту оснастку на наше удилище и здесь установив фиксированную длину восьмерочкой ставим петельку и в коннектор закрепляем наши и фиксируем удилище готово теперь будет промер глубины приблизительно мы знаем что здесь глубина порядка полутора метров поэтому где-то приблизительно выставим ну а точно будем уже вымерять на забросе алексей я думаю пора рассказать то на что мы будем сегодня как бы приманивать рыбу как всегда мы будем использовать прикормку фирмы миненко сегодня мы сделаем я думаю два состава а я надеялся все таки один что вы думаете приманить к твоему опыту нет к опыту нормально просто мы с тобой знаем что на этом водоеме есть сейчас преобладают две рыбы в это время года это карась и лещи они хорошего размера хорошие эти поэтому мы будем немножко проводить сегодня два состава на наши маховые удилища я попробую настроиться на карася тебе советую ну на районе все мечтаю половить прям достойно леща и вот сегодня это же максимально по прикормке подготовился под вещам и ты знаешь я взял темную базу не черного так темную но немножко свит высветленную потому что насколько я заметил здесь же соревнования у нас были парт по фидеру все-таки немножко высветленное пятно чуть лучше рыба реагирует до более темный поэтому еще взял вообще даже прям совсем светлую я еще не знаю добавить я сразу либо чуть-чуть чтобы немножко пятно выделить у крупните сделать крупненькие фракции да они будут лежать на ну а я попытаюсь все-таки немножко как бы такой вариант чисто красивый я беру базу competition это про спорт черную и сюда добавлю немножко и красота одну светлую чуть-чуть рассветлю и добавлю зеленого карася эту прикормку очень любят любители она себя очень хорошо по карася закоррекомендовала ее очень хорошо берут и вообще она карася ставит на точку шикарно также мы я добавлю немножко аромы у меня крупный карась у тебя не все грамме крупный ли специально леща я еще буду периодически сбрызгивать саму насадку спреем когда будет достаточно динамичная ловля как мне кажется что все таки с таким спреем рыба быстро находит быстрее находит приманку что очень хорошо в этих пачках прикормки здесь не надо искать ножницы или использовать зубы здесь специально здесь сделано это они очень легко открываются главное не мусорить это нужно забирать с собой сделаем такой светофор или он я и хочу посмотреть как она будет выглядеть именно с этим зеленым шикарно я не поверишь обалдеть пока посуды посмотреть ну вот какой интересный да такой бисквитный какой-то киногда ну вот более такой и вот это вот вкрапление она очень хорошо я думаю должно помочь нам ну и поскольку у нас немножко погода прохладная прикормочка будет какой светофор чикаго классно вот она и стала из темная она как раз превратилась такой интересный до цвет вот и теперь мы добавим сейчас чтобы по холодной погоде чтобы это все хорошо пропиталась все частицы мы будем несколько раз увлажнять минут там через десять пока мы добьемся кстати здесь тоже зеленый цвет и теперь мы это все разобьем и теперь чуть-чуть будем увлажнять так первое увлажнение пусть стоит пожалуйста я также добавлю сделаю две паски темного леща не черного есть мне как бы черный но там такой видео темного того ой какой приятный то что же это так ощущение как глинтвейн зайти ребят и какой-то оттенок небольшой шоколад и да что-то такое приятно но очень вкусно где начало где конец вот да вот эти штучки конечно очень крутые так ветерочек чуть дует наступаем что-то не сдуло да это надо ним добавлю все-таки еще одного такого лещика это супер black для объема чтобы не сильно было да в отличие от фидера поплавок требует на фидер мне бы одной пачки хватило себя садится на фидер я бы хотела на пачке но и добавлю чуть светлое там у нас идет универсальная такая высветлить немножко пятно я думаю пол пачки для упачки да у хорошо это немножко сделать крупненькие всплывающие частицы и что добавляя добавляя крупный ли нет сначала слегка классно уже интересное интересный цвет этого светлая прикормка она добавила таких вкраплений красных светлых и аромат безумнейший и это еще не уважнена да вот она получит такая темная достаточно мелкая фракция и вкрапление красного беленького так мы добавляем весь флакончик нам добавлю на такой объем ведь он такой как наверно как ну как у меня от зеленую прикормку у тебя подсвет на оборудовании он такой цвет темно-коричневым как такой хороший настоявшийся вискарик ты знаешь я заметил что мне нравится вот эти венчики когда на краю ободочек вот этого не бьет вот этим штуками вот есть это у меня такой же венчики все заказал вот надо все-таки еще заказать вот такой кругленький сама дочкам так и не разбивает ну ты понял они что они снимают эти грани на мне разбивать вы еще не попадался давай я тебе закажу начинает пить начинаем добавляем еще нам меня немножко подсохла передай ты мне скажи мы животный компонент добавлять будем будем это уже перед от того как у нас получится у полностью увлажненная прикормка увлажнится тогда мы будем уже перед тем как лепить шары мы добавим животный компонент ну я думаю пусть наша прикормочка пока постоит а мы пойдем займемся нашими сравни давай мы покажем что у нас получается предварительно по цвету у тебя красновато да у меня зеленовато зеленовато арома немножко разная у меня больше бисквит у тебя как бы там виски виски у меня виски ладом ну и конечно у меня вопрос как любителя поплавочки глубокого любителя глубина вот момент эти грузики какие-то нужны не нужны вот то смотри значит ну для того чтобы как бы промерить точно глубину обычно используют глубина меры есть такая вещь но у меня он тоже есть да но я им чесарик никогда не пользовался для красоты у меня лежит а то вдруг то подойдет а у меня его нет нет есть такие но для поплавочки это допустим очень будет нормально или тяжело верней вот это для штекера хорошо где точно примеряешь вот там губиномером ты простукиваешь но и так далее для маховой удочки губиномер ну как бы до 5 метров он бы еще и можно воспользоваться до 5 метровое удилище свыше 5 метров он уже тяжеловато потому что получается что у тебя натяжка лески идет вот так тебе нужно подтягивать отпускать подтягивать отпускать в этот момент ветровое течение делает дугу и начинается погрешность то есть на большой длине это как бы нет поэтому мы сейчас все груза опустили вниз и начнем потихонечку переставляя там на пол длины поплавка для того чтобы поймать когда поплавок всплывет и он будет еще восстанавливаться на свое рабочее положение вот потихоньку попробуем немножко здесь конечно нам с ветками придется осторожничать не пошло ветерок и плюс сзади у нас ветки при большой длине значит заброс нужно делать всегда из-за головы из-за головы он делается для того чтобы леска на выбросе максимально расправилась полностью если ты начнешь делать там боковые или какие-то забросы это обязательно будет запутывание ну вот сейчас мы забросили поплавок у нас лежит значит в этом месте глубина явно намного этого там больше нужно надо нет намного меньше поэтому сейчас мы для начала уберем глубину на одну длину поплавка это для того чтобы удобнее вернуться к предыдущему показателю вот прям идеально ну идеально но мы видим уже нашу глубину теперь нам нужно понять еще сейчас вот в этом положении лучше всего понять как идет свал потому что махом нужно прочь пробивать свал что получится если мы сейчас стоим на какой-то склоне мы начнем кормить шарами они будут скатываться на да ты со спокойной душой если ты не понимаешь какое там дно ты со спокойной душой положил в точку за корма шары они тихонечко взяли тебя и укатились на метр на два вперед и ты такой думаешь что тут все хорошо а рыбка кушает там на твоей точке этого нет поэтому мы сейчас вот максимально мы вывернулись туда мы немножко сейчас протянем на полметра хотя бы вот здесь и посмотрим что происходит не изменилось почти нет чуть 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 нет видишь есть свал он лег сильнее ну да но это сантиме несколько сантиметров слов или этого достаточно чтоб шары покатились этого может быть и достаточно вот еще сильнее да еще сильнее он лег видишь до деревца нам конечно вот вот сейчас мы забросили хорошо и он четко стал вот вот теперь смотри вот сейчас свал все-таки там есть свал это нужно будет учитывать когда мы будем лепить шарик то есть не сильно плотно чтобы они не катились да нет их нужно будет лепить не круглыми нужно будет слепить пирамидкой а я покажу как это это вот допустим на соревнованиях в тольятти там на канале бетонный свал и штыки раме ты не достаешь до конца слова там глубины уходят очень большие а вот в тольятти для того чтобы кормить нам приходилось кормить именно вот конусами то есть лепить пирамидку да она получается что когда он катится он просто вот так откатиться и останется у тебя лежали вопросов прям станет конусом либо станет конусом да ну в большинстве случаев вот ты бросаешь его откатился стал это такая как бы небольшая хитрость но она позволяет сохранить на таких звалах сохранить это ну давай вот сейчас у нас смотрю на максимальном он стоит у нас сейчас фактически весь поводок лежит на дне вот и сейчас попробуем полметра да все-таки ты видишь свал но он не критичный я думаю что на полметра здесь ушло два-три сантиметра всего лишь слова и еще на полметра нет он не критичен практически он ровный я не пологи да я не думаю что он сильно удар прикормка выкатывается да можно даже круглый да даже но мы его немножко как бы сделаем вот сейчас теперь мы должны приступить к чему понимая нашу глубину в ходе рыбалки мы будем все равно вот сейчас значит мы понимая что на старте у нас еще нужно убрать 5 сантиметров вот это наша сейчас четкая глубина от вершинки поплавка до грузиков и вот здесь уже мы начинаем делать то что нужно обязательно сделать мы вот здесь на кончике антенны поставим маленькую меточку маркером это вершина антенки это наша заданная глубина как мы фидерик липсуемся да ну чтобы отмеряем удилище это позволяет она идеально сбалансированная вот одной рукой эти восемь метров держишь вес ты практически не чувствуешь вот даже против ветра но фирма брескова делает хорошие вещи вот значит промер глубины мы закончили выставили это я думаю нам нужно вернуться немножко к нашей прикормочки чтобы ее немного до увлажнить так ну вот мы до увлажняли несколько периодов нашу прикормочку вот она вроде бы как бы и сыпется но в то же время она вот два сжатия и у тебя но эти хочу сказать что для для фидера я бы такую бы и сделал бы вот ну естественно теперь смотри романа есть два варианта того как мы кормим на рыбалке ну на соревнованиях у нас это вообще кодовые слова в команде есть такое понятие плюх и бульк так вот это говорит о том что допустим вот там капитан сказал сделали на стартовом забросе 3 плюха 5 булька значит один шар мы очень плотно лепим это получается камень он бульк и он бульк делает этот шар который будет плотный шар он будет работать на потом долгосрочно это на долгосрочный шар он будет распадаться медленно потихонечку и так далее для быстрого привлечения рыбы мы делаем слабенькое увлажнение чтобы он прямо так вот облаком опустился да этот шар разобьется о поверхность воды и начнет течение у нас нет да и он до течение здесь нет и он стать поставить столб пищевой муки который соберет тебе быструю рыбу особенно на соревнованиях это важно поставить быструю рыбу тебе потом ее удерживать уже вот этими камнями то есть прикольно не знал хороший совет да то есть вот это вот если я видишь видишь этот придавливаю он разваливается сразу то этот вот он очень 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 мне нужно задать усилия чтобы его развалить но в то же время в воде он все равно разойдется то есть вот эти вот как бы по заданию камен команды там и так далее то есть капитан нам говорит когда мы на тренировках или же это прикольно так ну что вопросы степи его сразу шары лепим или нет или чуть-чуть нет мы шарами на стартовом закорме к делаем где-то процентов 60 прикормки по вот да мы положим ее на старте вот а остальную по мере необходимости мы будем добавлять карась с моей стороны он конечно не очень любит когда его бьют по голове когда он становится на точку поэтому там нужно будет очень аккуратно нежно вот поэтому я на соревнованиях здесь стоил максимально легкой кормушкой карась не любит теперь мы немножко добавим животины и будем лепить шарой так друзья но многие знают что у нас с мотылем небольшие проблемы в край короче мы собрали все что есть да мы нашли с опаршем то еще или еще не совы нам хватит но и что-то мы добавим опарышами остался кстати после соревнований здесь здесь был чемпионат адыгей проводился под вот эта малинка будет добавлено понемножку за кормочные шары мы ее ну и лови же давай ну естественно мы будем ловить разбираться будем с ним черепа марша добавлять опарыша тоже мы добавим в рыхленькие шары у меня уже кастер тут образовался это нормально или пойдет пойдет он тоже плотва его очень любит ну да это и одной постольку поскольку а по поводу живой опарыш не живой ну понимаешь живой опарыш смысл в том что если ты будешь лепить с живым опарышем стартовые шары он не расползется он просто взорвет тебе шары как разрыхлитель куда он их взорвет он выползая из них он взорвет поэтому его либо заваривают либо топят чтобы он как бы не взрывал шары на старте поэтому мы его в стартовые добавлять не будем а вот когда будет до кормочный ты немножко взял добавил шар слепил и тут же его быстро вот эти шары да и да для быстрых шаров до закона и и так далее мы его сверху положим хорошо как на маховой удочки определять точку закорма у тебя фиксированная длина куда бы ты не забрасывал у тебя получается как циркулем нарисованный полукруг а дальше в включается обыкновенная система координат ты берешь ориентир на той стороне у тебя полукруг отсюда и туда у тебя получается четко . закорма все элементарно очень просто любая математика здесь вот ты уже видишь куда и как тебе забрасывать возьми допустим вот тебе ориентировочно вот на цифру 9 на девятку да прям четко да и туда ты будешь забрасывать и туда будем кормиться кормиться будем где-то шаруками будешь кидать шары где-то полметра не долетая до поплавка у нас по инерции будут под водой кида да 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 и смотри если ты будешь кидать в поплавок твой шар уйдет дальше и опять ты не будешь ты покормишь рыбу но не поймаешь если ты положишь шар ближе это не настолько критично можно хотя бы немножко подтянуть удилище сюда потому что здесь нет катушки и кинуть дальше ты уже не можешь это маг это классика это я понял сейчас давай где-то десяток плотных таких шаров как он точно раскиснет он какой такой рассыпется рассыпется вот можешь возьми вот они я суда положу его ну как и поставлю рядом с собой понятно что она стоит на площадке в кубах долих делали 4 булька еще делать а животину это потом мы оставишь немножко еще добавим туда и потом уже те добавим с желатиной фрикадельки классные ребята типа знали как они пахнут эти фрикадельки просто а мягкие шары тоже лепить сюда же или отдельно не ну как бы ты должен видеть чтобы это твои те или те вот это все двигаемся два раза чтоб не ходить чтоб пять раз не ходить скажу три у меня уже предвкушение от этих от этого поплавочек нет но это в этом есть есть шар малинка малинки никто не хочет малинки не ну конечно признаться честно мотыль для нас это классный мотыль у нас вечно проблемы у нас была одна история как бы мотыля там приобретали тоже так себе вспоминать не хочется но мотыль классный очень классный отличный запрос не ну я конечно так точно может не кидаю но я буду прикидываться не ну достаточно точно один плюх развалился в воздухе не совсем точно но ничего вот жирные пятна пошли да ты прав аж жирные масленистые пятна всплывают от прикормки и вот ляля и муть пошла ты глянь что у меня с прикормкой творится да она активная она прям такая прям у меня и слушай это вообще круто ты посмотри что творится всплывают как это мелкие белые частицы и наверно от вот о белых что мы добавили и они и они прям от активной обалденно прикольно то есть прикормка начала рассыпаться пятном таким поэтому а частички эти белые всплывают друзья добавлять опарыша обязательно вот так вот надо вы поняли вообще вообще всю эту тему ну смотрим так не прокатит вот так вот раскидать разрыхлим у корма перемешаем сделать легкие такие шары слабой плотности который быстро разойдутся у нас так чё начинаем ловить на что начинаем мотыль это уже предпочтение вы здесь были на соревнованиях да это уже лично дело каждого да в принципе рыба раскармливается в течение где-то 20-30 минут ту информацию которую нам дали что сказали что вчера ну как бы не очень тут ну да предварительно информация прозвучало что карась как бы не особо немножко вот нам пришли сказали что вчера информация о том что рыба как бы немножко бастовала ну посмотрим хотя погода вчера была хорошая надеемся на нашу чудо прикормку вот начиная с бутербродика две личинки мотылика и и личинка опар так так сказать как тебе крючочек а мотыля он обивает и мотыль не течет крючки просто шикарные немножко уберем буквально 5 сантиметров посмотрим что у нас надо дном ах ты по зубам дал а я не понял конечно что ну подлещик наверно поплавок утопился полностью так попробуем еще чуть-чуть да абсос на поклевка была на проходе над точкой а что за наживка вала на что именно бутерброд бутерброда бутерброд да но сейчас попробовал поставить чистого три мотылика посмотрим вот опять был подъем прям заметный подъем или еле-еле-еле-еле нет он был такой но тут же начался подъем и тут же он бросился ах опять по зубам опять так что ж такое я зеваю бутербродик нет мотыль и опять абсос очень нежная не пойму еще понимаешь мах н не предназначен для добычи какой-то рыбы мах это для удовольствия с этого начинается детство поимки рыбы для того чтобы ловить рыбу для там бизнеса для еды существует много достаточно других видов ловли так друзья ну как видите я уже поставил фидер проблема в том что ну как я вижу проблему это во-первых сном погоды что-то с водой непонятно почему-то в воду тянет водой без течения ну тянет приманки поплавок вообще тянет я решил что здесь я решил все-таки застать фидер все-таки фидер я опытный товарищ и уйти за бровку вот этот бровка то что мы мерили она вот как раз 8 метровой махалкой то есть где-то дистанция там метров где-то 12 на 14 12 начинается бровка и заканчивается туда дальше я сейчас поставил легкий фидер пикер даже и пытаюсь ловить кормить новую точку за бровкой прям на скате бровки посмотрю что с этого получится надеюсь что что-то получится ситуация на как-то спасательность поплавком что-то как-то не получается я думаю часто за бровкой что-то я все равно поймаю а поплавочку я убираю пока временно откладу в сторонку я и ей еще периодически буду заходить на точку забрасывать смотреть так что там чего там ну а пока я просто я уберу чтобы она не мешалась понятно самое интересное он двигается против ветрового течения хотя течение здесь нет хотя здесь течение нет я не могу тоже понять на основании чего двигается снасть либо где-то все-таки открыты шлюзы и рыба убежала на воду дергание вот опять вот притопило и вот-вот поплавок стоит на месте еще знаешь какая надежда что может рыбка начнет расклевываться как во второй половине но опять же солнца нету ничего не пригреет вряд ли она если бы солнышко найдут наоборот будет холодать и тут после четырех часов там вроде как обещают дождь но это все так друзья но печальная печаль совсем ни одной поклевки не видел тут надо кажется что-то поменять либо рыбака поменять чего как бы мне не особо хотелось либо что-то попробовать но вот я знаю что здесь на соревнованиях у нас срабатывал чесночок чеснок такая сладкая тема да безумно сладкая и чеснок сладкий с ног вообще не необычно то есть я что я просто суху форму налью и он такой закомкуется и потом прям в кормушку добавлю эту тему так вот чуть-чуть у палиток размажу его по воду кругу за спереда скомкувавшийся корм вместе с этой сладкой аромой туда запихнул и четенько такой вот так вот четенько в точечку прям за нашу бровку ой 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 клюет 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 есть да это маленькая не упусти ой 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 выкормили выкормили что-то а заглотила как заглотила то как заглотила то как отдай вот она так это густера не подлечь они пусть и рада не подлещи качот густера есть я думал тут подлещик ну лечь подлечь ничего себе вау первая поклёвка вот так вот так вот есть пошел процесс и тут и дальняя заработала и такая поклёвка была еще помолчу со всех сил думаю молчу насколько я силу это я буду в подсак ребята брать это я буду брать подсакная но что-то такое приятное приятное чуть-чуть подубинил то есть не зря я добавил чеснока я говорю а вдруг а вот он вдруг и случился а ну-ка это то это ты товарищ а нет это просто хороший карасик так а какой здесь поводок игорь не 014 он туда иди сюда ну тогда иди сюда карась ой 04012 012 красавчик такой на маленький это крючочек на что он клюнул клюнул личинка мотыля ой личинка белого парыша а два мотылика и сбрызнул спреем стандартный бутерброд до стандарта бутерброд и спрей спрей этот карась и что интересно вот поймана две рыбы одну поймал карася с мягкого грунта а подлещика с твердого грунта относительно то есть казалось наоборот растет больше любит держаться на твердом а лечь ну подлещик он на таком мягком грунте любит там поковырять сегодня вообще полностью наоборот я сейчас начал на крапой дождик надеюсь это хоть немножко поспособствует активизация рыбы на рыбу вообще не поклевки еле-еле заметное движение кир типа то есть практически даже и может было не заметить если так долго не всматриваться и достала рыбу и приманка вся целая то есть она как-то так вяло настолько берешь что даже не обсас это просто так немного там пробуйте что ли волшебный ты поколдовал там как обычно у игры у игоря там бабка наверно в роду колдовала душевно как чай поставить свой так плюет класс вот это чай за пусть такой чай я обязан и просто обязан поймать хорошего подлеща такого жирного ну 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 а вот тут что-то приятное так ну как чесночок работы ты понимаешь я опять добавил ты понимаешь вот этот коротковременно вспышка была и сейчас тоже самое посидел под убенил добавить на к и его сразу лишь на 1 на 2 поклевка на одну слив о ее и как приятно ой как приятно ой как приятно я так люблю да ой ты мой красавица подлещик какой ой ну иди сюда ох это подбить вот кого мы ждали мы выкормили ух акулик такой пирог они мне нравится я спасибо я свободны а наживка у меня было деликатно то что видно остался одна личинка мотыля и один аппарик у так насажен чтобы не крутила поводочек вот так вот видите правда я надевал чулочком но неважно такое верховое течение неприятно леску тянет поводок смотрите какой короткий все потому что водоем присутствует карп был надеется что нам не попадется вот и правило водоем поводок не больше тридцати сантиметров у нас тут это 20 примерно делаем так же крючок у нас все тот же 11502 а 11502 да вот так вот эти крючок стоит 11502 очень классный крюк есть волшебный чайок вторая удочка отводим от 2 сюда намок ну вот более-менее начинаем раскармливать дальнюю точку вот ближняя вот это вот одна поклёвка такая была один сход все остальное сдали на точке и горло и тоже сблик сблизи рыбка молчит ой приятно приятно да ага и цепился до дружок папа подлещик такой товарищ подлещик ой ой да да друг вот такой вот видите красоте какой-то в пятнышке болеет чем-то черные пятна на плавнике кстати а что это за болезнь друзья кто скажет что-то черные пятна вот-вот и на плавке главное на плавниках тоже есть черные пятна что это такое игорь а что это за болезнь не знаешь на подлещики черные пятна краснуха краснуха пятна да так карась обычно черт красными пятнами это черными не знаю это в этот раз на верхнюю тубу такой и сейчас вот я смотрю же одна поклевка вторая была я стал более такую укрупнил наживку саму насадку же такой небольшой пучочек мотыля одна личинка опарыша на 3 мотылика есть и класс очень динамичная поклевка прям такая какая-то безумная прям бомбом такой поклевки сегодня не было прям как лупанул как лупанул не поклевка как будто кто-то там нечаянно зацепил пробегал какой-то спортсмен зацепил леску нашу да вы смотрите это подлещик то есть мой стабильного вы кормили вот так вот давай дружок иди сюда до 30 метров работает . ох красавица как распушился маленький за верхнюю губу самое интересное что поплавок идет против против ветрового течения это вообще уникальное вообще не первый раз стал на водоеме где нет течения абсолютно нет есть да все таки большая уговорила я уговорил но тут под берегом и не неудобно было слишком это удочка конечно хорошая но гиревым спортом и заниматься не будем поэтому даже эту небольшую рыбку мы заберем подсак это что а ты знаешь а это густерка да ладно да я не знал что здесь густера я знаю что подлещик есть а густера подлещик и за самый кончик губы за самый кончик губы вот такая вот небольшая под берегом как бы так но если ты сейчас еще ловишь я перехожу тоже на поплавочку я хочу на поплавок поймать но удочка ее подержала вязала нормально но под берегом как ты видишь крупной рыбы все равно нет хорошо хоть это густерку мы уговорили но видишь я честно я 2 удилища тоже перекормил на более дальнюю точку то есть вот у меня ближняя стояла вообще молчала я перекормился на дальнюю сейчас достал пока молчит эта . ну посмотрим что у нас будет дальше а кстати на что взял на мотыля мотыля на мотыля да но поклевка была очень-очень деликатной и вторую на даль кинул да 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 я вторую тоже перешел на даль не такая же пример дистанция смотри какой гроз гордонс хорошая хорошая да вот это красавица слушаем ты сегодня вообще отличился густера плотва что ты еще тут поймаешь не знаю я не пойму поэтому водоем на соревнованиях не было здесь такой рыбы ни у кого лень какая красавица но рыба я тебе скажу не очень активно это вообще не активно поклевки поклевки ели-ели-ели какой-то вот просто просто повела чуть-чуть в сторону и все никакое движение особого такого резкого для плотвы у меня до дальняк замолчал а вот у тебя на на удочку на поплавочку вот она сейчас и поджалась по продам поклевка на это явно качнул они поклевка да ты прав ты смотри ничего себе ты глазастый только поговорили что замолчал есть вот видишь а у меня что-то такое крупненькое то есть у тебя под берегом густера плотва а у меня что-то что это что это как-то так необычно сопротивляется слушай необычное сопротивление сегодня такого не было может и у тебя плотва пришла я не удивлюсь да ладно плотва и у меня смотри какая плотва ничего себе вау друзья смотрите какая красотка плотвища плотвища красота мне нравится интересно а я говорю будут чувству по сопротивлению такой рыбы сегодня не было класс вот это да вот это мы с тобой разошлись под вечер интересно рыба похоже вообще непредсказуемо и и водоем играет всеми красками как хочет друзья ну что у нас вечереет мы сейчас будем собираться к вечеру дождались интересно поведение что днем мы выкормили рыбку все-таки подальше ближе к руслу а к вечеру вот игорь выкормил она подошла она в принципе сейчас уже и продолжает клевать но нам нужно собираться темнеет так что мы вам говорим до новых встреч всем пока 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 а и и и и и и и